Но опять же, никто не исключает появление клопы на миде, или ты говоришь сейчас про пик Team Empire? Я говорю про пик команды Team Empire. Vega Squadron, ну, не знаю, мне почему-то кажется, что они сейчас возьмут чем-нибудь сигнатурное, какого-нибудь Урсу там, я не знаю. Просто им нужно победить здесь, ну, желательно, чтобы обезопасить тебя, потому что это третья игра команды Vega, да? И если они тут себя не проявят хорошо, то у них останется еще, сколько, еще две, да? Еще две. Еще две, то есть, ну, по сути, от экватор, то есть два матча и одна карта была сыграна, и у Vega Squadron остается как раз-таки два матча и одна карта. Желательно переступить этот экватор исключительно победой. Знаешь, я вот думал, что, ну, вот этот матч, да, он был одним из самых ожидаемых в матче сегодняшнего дня, и я думал, что это будет такая серьезная интрига, и команды будут максимально осторожно пикать, максимально осторожно себя вести, и как-то пытаться не отклоняться от того, что там уже, ну, давно проверено текущей метой, да, рамками текущей меты. Вот, но, как видим, по факту этого не происходит. Соответственно, берется дезераптор Vega Squadron. Получается, у нас есть два саппорта, у нас есть бруда в тяжелую линию, у нас есть кмин оф пейн, которая, соответственно, пойдет в мид. Осталось показать только Керри. И Керри, какой здесь прекрасный, зайдет, мы сами все прекрасно понимаем. Если смотреть по нестандартам, то вообще взять и что-нибудь такое, что могло бы, во-первых, зафиксировать Эмбера, я понимаю, что да, есть дезераптор, который, в принципе, может его вернуть на Гримпсе, если что, и так далее, и так далее, но дезераптор очень тонкий, вырезается очень быстро, соответственно, если там будет Дерксир со стенками, стяжками и так далее, и так далее, и так далее, это будет уже не так классно, как могло было бы быть. Винтер верно появляется у Тим Эмпайр, которую Сёма за Слэйр как раз-таки не забанил, и она хороша и с Эмбером, и с Дерксиром. Так что ждем пятого пика от Вега Сквадрона. Нужен стопудово герой с физическим типом урона, банится вот Джаггернаут, немножечко неожиданно для меня. А, кстати говоря, Эмбером-то у нас кто будет? Резолюшн играть, что ли? Нет, скорее всего, Хвостецкий, я думаю. Я чуть не помню, чтобы Хвост играл на Эмбер Спирите, но Резолюшн просто в миде против Квин оф Пейн не сможет хорошо отстоять без помощи. Да, но может для этого и была взята Винтер Виверна, например, которая будет, ну, опять же, нянчить мид. Часто бывает, да, стагать лес, нянчить мид и так далее, и так далее. Нужен бан? Нужен бан? Слэйр часто пикает Слэйр, часто пикает Урсу, опять-таки, если это Паша будет тем, кто по итогу будет играть. Но я тут даже не знаю, Свен или Урса, это вот два героя, которые наиболее часто появляются, когда Паша у нас на керри-слоте. А ты знаешь, я тут как раз-таки еще хотел сказать. Читал уже комментарии, пока вот у нас была пауза, и это здесь была перефразированная великая цитата кого-то из Битлз, как мы уже выяснили. Типа, как-то у себя мы спросили, ты же знаешь, что Паша не самый лучший керри в мире, на что он ответил. Да, он даже не лучший керри в Вегас-квадроне. Ну, пятый пик, и нужно сейчас взять что-нибудь мощное и классное для Пашки. Опять же, Свен не в бане. Луна в бане, между прочим, от Team Empire. И это значит, что, не знаю, ну, давайте физ-урон, опасность. Я тут даже гадать не буду, потому что здесь реально очень тяжело предсказать, кого захотят забрать в Вегас-квадрон. Желательно, конечно же, иметь героя с каким-то контролем. Свен это тот герой, который контроль позволяет обеспечить. Урса только с купленным каким-нибудь Абислблейдом-Башером, или Башером-Абислблейдом, наверное, так будет правильнее сказать. Но, может быть, мы увидим совершенно что-то новое. Луна банится им перцами. Луной действительно Вегас-квадрон играли. Ну, я думаю, о Свене, на самом деле. Но почему-то у меня из головы не выходит Рейт Кинг. Не знаю. Блин, в Рейт Кинг тоже вариант неплохой, но просто тут Дарк Сир. Желовато можно... Да, да, да. Там триплаты. Ладно, там Дазл плюс Дизраптор. Они, в общем-то, при желании сделают так, чтобы Дарк Сир не фармил, а ВК фармил. Все зависит, мне кажется, от того, кто будет играть на этом кэре. Того и Сема выберет. Может, он сейчас выбирает... Спектра! Спектра, кстати говоря, против Эмберсона. Спирита не самый хороший герой, потому что Эмбер во время хаунтов истами очень много... Ну, он быстро иллюзии убивает, как мы знаем. Поэтому, мне кажется, для команды Эмпайра это может быть даже какой-то плюс, что ли. Не знаю. Посмотрим. Очень жадный пик, мне кажется, в каком-то смысле у Вегас-квадрон. Есть Бруда, есть Спектра. То есть Бруда обычно не приходит... Обычно приходит драться к своей команде, да. Но Спектра тоже, она входит в драку только тогда, когда кто-то уже синициировал. И здесь у Вегас-квадрон, в общем-то, может кое-что не получиться. Ну, будем посмотреть, как говорится, что вообще пикнут Эмпайр на ласт пик. Именно так. Ну, ласт пик имперцев и это... Ну, мы уже свои предположения высказывали. Осталось только дождаться резолюшена. Кого же он захочет взять? Главное, чтобы не Магнуса. Главное, чтобы не Магнуса. Если для себя он героя выбирает, если он выбирает героя для хвоста, то я тут даже не знаю, что он вообще захочет пикнуть хвосту. Ну, Гирокоптера нету, Джиггернаута нету. На чем еще играет Саша, как говорится, да? На антимагии играет. На антимагии играет, да. Вот я об этом хотел сказать. На Джиггернауте ты говорил, на Луне теоретически... Найт Сталкер. Что такое получается? Хвост Кэрри на Найт Сталкер. Вот это да. Интересно. Одна из главных интриг сегодняшнего дня. Я не помню, что главная интрига сегодняшнего дня. Вторая карта. Тим Эмпайр Вегас Корон. Я напоминаю о том, что счет в серии 1-0 в пользу Вегас Квадрон. И нас сейчас прямо перенесет на само игровое поле, где начнется одна из самых интересных карт, я не побоюсь этого слова, за все последнее время на моей памяти, из тех, что я смотрел, либо комментировал. Что-то мне подсказывает, что хвост пойдет вместе с фанником к спектре в гости. Да, и они это очень хорошо смогут сделать. Только что же тогда получится Бэйн, Винтер Виверна, или как хотят поступить Эмпайр? Они могут, наверное, все-таки Найт Сталкер, Винтер Виверна, Бэйн идти к спектре, Дарксира отправить против Бруды. Это будет более-менее обосновано. Ну, зачем пикать Баланара в таких ситуациях, когда ты не идешь в трипло, честно говоря, не совсем понятно. Ладно, начнем с представления команд, как обычно, по традиции Вегас Квадрон. С чем это Слеер будет играть у нас Дазла Соло на Дизрапторе? No One, Queen of Pain, Маг играет на Бруде, и Паша, который башит, играет на Спектре. У команды Эмпайр, Резолюшн на Эмбер Спирити, Хвост на Найт Сталкере, Но Фир на Винтер Виверне, Алоха Дэнс, он же Weapon Y на Бэйне, и Паник на Дарксире. Да, ждем, соответственно, во-первых, рун контроля, во-вторых, вардинга, который будет здесь сделан, и мне кажется, что даже, значит, на самом деле уже имперцы готовы сражаться, потому что их затар героев позволяет, ну, не закуп, а именно затар, я имею в виду, набор скиллов, который можно исключать на первом уровне, он позволяет им уже делать грязь, даже на, соответственно, драках за руну. Ну, конечно, Бруда ничего не делает, Спектра ничего не делает, поэтому они бегут, собственно, во вражеский лес и надеются здесь найти оппонента, но, как мы видим, оппонент у нас бежит на топ контролить руну, Паша, кстати говоря, тоже бежит на топ, потому что он хочет там, судя по всему, фармить. Блин, ну, со Спектрой будет, мне кажется, не так просто здесь. Конечно, конечно, разумеется, то, что было там с Виверной и Фениксом, ну, знаешь, Паш на Фениксе, это, конечно, да. Резолюшн внизу забирать по классике, соответственно, но ван наверху. Рун контроль удался, более-менее, скажем так, равно для обеих команд, и будем ждать начала экшена, а экшен здесь начнется очень-очень быстро. То есть Вег занимает, значит, Маг занимает позицию наверху, уже две паутинки он там накинул, далее в Миду, пока что энное время будет крутиться Алоха Денс, чтобы, давай, позволить резолюшн, не знаю, первые свои шаги навстречу выигранному Миду сделать. Ну, тут сейчас Алоха Денс, мне кажется, огребет просто-напросто, он юзает брейнсап, тут работает по из-н-тач и Алоха Денс умирает. Да, первая кровь. Китро сыграно. Команды Вега Складоро. Китро придумано. Именно так. Паник, кстати, на боте пока что развлекает у нас Пашу. Паша закупился хорошим таким регеном, у него и фласка, и танго какой-никакой имеется, но Фаник уже пошел на топ, да. Фаник, да, вот он решил выйти на топ, просто очень грамотный вард был поставлен Дазлом, и это позволило видеть Вега Складоро, кто и как распределяется по линиям. Холостецкий, опять же, перешел на бот, получил от Стемок сразу же по из-н-тач, мол, ты на меня особо не бегай, не выделывайся, парень. Здесь триплаз, соответственно, такая, какая и ожидалась Паша с Соло, Стема, и у резолюшна будут проблемы. Очень серьезные проблемы в этом году, потому что против Ноуана, во-первых, одного из самых лучших мидеров СНГ в текущий момент, во-вторых, соответственно, Queen of Pain все-таки против Ember Spirit, это будет тяжеловато, очень тяжело. На двоечку уже Даггер есть у Ноуана, и мы понимаем, что это Дазла-то забирает внизу, и дальше проблема у ребят из... Уже ни у кого, на самом деле. Тяжеловато будет, конечно, триплана-треплу, стоять вега-сквадрон, все-таки у них есть герой, который не способен на линии сражаться, а вот у Эмпайр с особенно хорошим приростом экспы будет линия только сильнее становиться, поэтому тут, конечно, нужно подзатянуть пояса. На топе у нас Дарксир мешает всячески играть магу, и тем временем... А в миду, в миду, да, проблемы Волг и Дэнс в очередной раз начинаются, как бы подтыкивает клопа, но если брейнсап, брейнсап есть, но 8 секунд еще этого брейнсапа не будет. Кстати, обрати внимание, как играет Резолюшн, он взял фисты на единичку, а Ноуан прокачал Шэдоу Страйк на два, поэтому... Так, а что это такое-то? Погоди, ну там же Блинг есть. Асна? Да, Блинг есть. Не счинил у нас по итогу Резолюшн, ему маны не хватило. Кстати говоря, счинил бы, может, убили бы. Вот, и фисты на единичку брать против Квин оф Пейн обязательно, потому что это хоть какой-то шанс увернуться от Шэдоу Страйка. Если ты его грамотно скастишь в большой пачке крипов, то он может лететь и в итоге не попасть. Но если ты только в одного крипа дашь, то он может попасть. Ноуан здесь в руне невидимости, но я думал, будет какой-то выход на Резолюшн с криками, но этого не произошло, к сожалению или к счастью. Для Резолюшн, а Алло Каденс вынуждена отправиться домой. Тем временем на нижней стороне, что у нас творится здесь? Давайте в гости к ребятам заглянем. Паша пытается фармить, ну, 14 крипов. Кстати, у Фаник это, Фаник, Дарксир, 21 убитый крип. Но я так понимаю, что за счет просто этих... Пауччатка поубивал, за счет этого у него счетчик-то и растет. Ибо если мы откроем Нетворс, мы понимаем, что Спектра и Клопа занимают первые две верхние строчки. Разумеется. Поэтому показатель здесь Дарксира по крипам, он... Он немножко читерный такой. Так, Хвостецкий. Хвостецкий пытается подфармливать что-нибудь, 14 крипов. Ну, не на самой высокой точке, как говорится, но не на самой низкой. И пока что, судяя о том, что там и кто сколько вынес чего, ну, рановато, разумеется, Соло. На Ноуфира будет ли выделываться? Глимс у него имеется. Тут же Ноуанн, хватает Руну, Руна хосты. Глимсует Ноуфир обратно, и Ноуфир отправляется в таверну. Далее Хвостецкий пытается забирать Соло. Клетка от Соло довольно-таки неплохая. Курьера можно было потыкать. Здесь Алоха Дэнс может, в принципе, откусить Брайнсапа что-нибудь интересное. Ухвостать, и временем проблемы с здоровьем, и слив довольно-таки неплохой. Но Клопу очень долго усыплять не получится, просто потому что у нее есть хоста. Далее, даблкил для нее, но дезераптора уже, разумеется, там откинули. Ну все, на этом стоит остановиться. 3-2, счет на пятой минуте нашего матча, и Файдрика вашему вниманию. Ну вот из-за того, что Бэйну постоянно приходится охранять резолюшены в миде, потому что в противном случае Ноуанн из него котлету сделает, из-за этого вот дабла команда Эмпайр, она не может прям активно агрессию проявлять против Спектры. И тут, как говорится, за двумя зайцами не угонишься. Надо либо делать так, чтобы у тебя Эмбер нормально отстояла, либо Спектру овнить. Но Эмпайр решили именно своего героя раскачать, что мне кажется правильно. Потому что, как показывает практика, если ты акцентируешь внимание на то, чтобы загнобить Спектру, то она потом с появлением ультимейта просто набирает ассисты, и все равно у нее фарм появляется. А вот твоему Эмберу уже как-то тяжеловато приходится. Ухвостайте время и проблемы со здоровьем, и Холд Эмбрейс его пока что держат. Скорее всего, он будет сюда уходить, хотя нет. Ну ночь на дворе, он вряд ли здесь погибнет, хотя старается всячески его Вега-Сквадрон убить. Ну тут уже и у Паши проблемы со здоровьем, и Сема сам по себе уже подпросил, как говорится. Поэтому, да, хвост будет жить, хвост еще и фласочка там отпивается потихоньку. Так что все у него в порядке. Тем временем Резолюшн пытался выйти, но Квапу так он ее еще и связал. Но два заряда в стиках имеется, и более того, можно сделать блинк-аут, и уже ничего как бы не грозит. Ноу-ану в данный момент в миде. А вот внизу, что у нас внизу? А внизу у нас потихонечку ребята из Вега отпились. У Сема, кстати, есть манга, и поэтому он может восстановить себе здоровье в любой момент, и далее продолжать то, что он делает. Тем же самым делом заниматься. Опять паучков подъедает, соответственно, Фаник получает немножко денежек. И что у него там? 51 крип. Господи, ну, разумеется, по Нетворцу это все выглядит совсем иначе. Так, проблема у Дозлевича, что ряда Сема хватает. Сема, южный себе крест, и делать ТВ-аут отсюда. Далее хвостецкий, если гоняться за Пашей. Сейчас кончится дайгер, но какой Соник Вейв от Нона здесь пошел от Нуана, прошу прощения. Хороший Ренайтмар от Соло. Алоха Дэнс терпит его, надо будет динаить, возможно. Хвост. Не, не живет Алоха Дэнс. Он сожрал танго, и в итоге получается у него выжить. Правда, Хвост пытается ночью убить, но Уана там за Андерстрайк повесил Соло. У Соло есть Глимс, да, похоже, что Хвоста здесь удастся убить. Его будут Глимсовать, я скажу, что. Правда, Хвост разворачивается, убивает Солянова, да, Господи ты, Боже мой. И еще приходит на эфир, и колным рейсом Хвостерского выхиливать. Это очень-очень неплохо. Но, опять же, за что я всегда любил, как бы, Дашкевич как игрока, это за возможность, вернее, за четкое понимание, ну, почти во всех случаях, да, когда это происходит, когда нужно развернуться, как надо развернуться, и что при этом нужно сделать. Вот это то, чего порой не хватает Пашке, на самом деле. Может просто потому, что Хвост поопытнее, в этом плане будет Фаник, пытается выходить и выживать, в клетке он заперт, и все. Его Глимсует обратно, далее Маг его будет подгрызать своими крипами, но... Сам при этом подкормил, на самом деле, это Фаника. Приходит Резолюшн, Резолюшн вяжет, проблема у Семы Дестслеера, дальше подхиливает Мага. Мага видно прекрасно, Лоха Ден за ним гонится, Сема Дестслеер вынужден на себя тратить крест, далее у Резолюшна вряд ли будут какие-то либо проблемы, а у Дезраптор они появились. Минус Дезраптор, проблемы, проблемы, у Фаник на самом деле проблемы, да. У него, правда, есть дабл демош, он дает фисты, подходит Фаник, на лоу ХП здесь Эмпайр старается продолжать драку, прыгает, и, кстати говоря, его за это можно попытаться наказать, Алоха Ден стыкает его руками, отпивается ботлом Ноуан, тычечка еще одна, она залетает, но Ноуан прожимает стики, но Алоха Ден все-таки с ним расправился. Доминейтинг, кстати, у Алохи. У Алохи-то доминейтинг, 4-1-2, этот парень играет, Файтерика, привет вам вашему вниманию, и восьмая минута, у нас уже 11 фрагов, игра начинается очень классно, активно, как никогда, и мне это, на самом деле, прям очень и очень нравится, полторы тысячи примерно у имперцев есть по золоту, тысяча пятьсот по Экспе, они немножко впереди, но, опять же, это то самое преимущество, которое можно отыграть буквально за одну там драку, неважно. Продолжаем разговор, смотрим на Хвоста. Интересно, что Хвост предпочтет в этой игре, может, он купит какой-нибудь Вангуар, там, Тире Кримсон Гвард, раз уж он играет на кор роли, да и против Бруды это будет действительно артефакт очень полезный, но, опять-таки, Аганим против Бруды тоже очень важен, чтобы ночью можно было искать в лесах, да, Тири Чуголь, как говорится, но, с другой стороны, понимаешь, да, он может собраться в жир, в танкование и так далее, и так далее, а, с другой стороны, кому-то для агрессировать. Эмбер Спириту, который, в принципе, ну, да, может фестаментом подсрезать что-нибудь. Окей, но рейд кликать вражеский трон, ну, окей. Нажимается ультимейт от Хвостецкого, у Соло проблемы со здоровьем Фаникова догоняет, и крест, неплохой крест, Фаник поехал домой или не поехал, нет, все-таки Соник Вейв от Нуна, далее пытается Хвостецкий уже найти Солоча, Солоча удается убить, сам Хвост также платит за это собственной жизнью, далее будут ли хватать Ноу Фира? Отвратительный размен для Эмпайра, они потеряли двух героев, которые должны, в общем-то, фармить, Дарксир чуть ли не топовый Нетворс должен, а, у него даже ниже среднего, ничего себе. Ну да, так он там за счет паучков поднабрал себе циферки, а сам по себе, да. Да, сам по себе Нетворс у него реально не шибко большой Дарксир, у нас два раза уже погибает, Резолюшн понимает, что ему все-таки надо как-то подключаться к своей команде, в противном случае результат этого матча будет не самым удовлетворительным. Не на лицо, а на лице, да. Приходится Дарксиру возвращаться обратно на топ, с Брутой, конечно, возникают проблемы определенные, потому что стоит только оставить мага без внимания, как он начинает... Есть вышки. Есть вышки и фармить лиса, и с этим, к сожалению, в команде Эмпайр никто ничего не может сделать. Алоха Дэнс находит Сёму, у Сёмы будет Грейв и Телепорт, или это Сёмы Алоха Дэнс играет. Я что-то не совсем понял, что там произошло. Ну, это была территория Веги, знаете ли? Да, да, это была реально территория Веги. Паша покупает ПТ, Пурмельшилд и маску смерти. Мом, наверное, Паша не купит, но раньше так играли через Мом на спектре, чтобы можно было фармить лес. Но с масочкой смерти Паша уже будет способен лиса профармливать. У него дизолейт максимального левела, вкачана дисперсия, то есть когда там в лесах остается один крипчик, то его Паша быстро будет догрызать. Именно так, что ж у нас в Ниду находится. Мне кажется, сейчас вокруг Мины будет достаточно довольно-таки серьёзное количество людей, и драка здесь будет довольно-таки интересной. Ну-ка, маг тем временем, да, лиса фармит, и никто ему в этом помешать делать не может. Хотя нет, его просветили, дали Резель, что он немножко не туда ворвался, на самом деле, и дадут возможность могу отойти. У мага, кстати, нету Телепорта в 2015 году. Ну, ну да, потому что маны, или нет, есть всё-таки чина, и нет больше детекшена, просто потому, что время до стов кончилось, и, похоже, не помню, который там есть, да, это Обзервер. Толки тем временем, с этим мага начинает... И хвост умирает на боте. Боже, чё-то команда импара склеилась. Юзы, если даже хаун. Да, и более того... А, я думал, будут возвращать и добивать, соответственно, на эфира, но на эфира отпустили. Да. 8-7 в пользу команды Vega Squadron. Понимает Aloha Dance, что что-то нужно менять в этой игре. Покупает Смоук, у него сейчас есть Винс Грипп, Дарксир тем временем фармит на топе. Но не стоит забывать про крайне опасную связку Дарксир плюс Винтер Виверна. Да, она не раз себя показывала, причём с очень-очень хорошей стороны, но... Вот здесь вот Оркит на Queen of Pain, он реально смотрится круто, потому что вот в тех картах, где... Ну, мы уже с тобой смотрели, где Квапа покупала Оркит, когда на неё идёт 5 героев, и ты ничего не можешь с этим поделать, там действительно этот артефакт, он больше, мне кажется, в минус шёл, нежели чем в плюс, потому что ты тратишь деньги, не получаешь плотности, и очень тяжело сражаться. А здесь нужно будет контролировать Эмбер, нужно будет контролировать Винтер Виверну, Бэйна и прочих персонажей. Гонятся сейчас за Сёмой, но... Да, Сёма погибнет, но это опять-таки не так страшно. Он юзает Грейв, тянет время, сейчас кинет Бойзон Тач, закупается полностью. Да, так ещё один фраг в копилку, между прочим, Алохи Дэнс. 5-1-2 у этого он был человек. Блин, Алохо реально стилит фраги, лол. Причём по-лютому. Репортит... Да нет, на самом деле не репортит, потому что он каждый раз, когда стилит фраги, он это в итоге оправдывает. Ни разу, я не могу сказать, что видел одну хотя бы игру, в которой Алохо бы где-нибудь что-нибудь там закинул. Пытается Эмпайр поломать вышку на боте. Иллюзию нужно одну, наверное, за Тверок отвести, чтобы видеть, что там происходит. Очень тяжело ломать вышки в команде Эмпайр. Здесь пытается забрать Ноу Фира, но не хватит демеджа. Ноу Ану, но нет, у него есть Соник Вейв. Усыпили Соло, есть Финс Гриб. Алохо Дэнс должен давать Финс Гриб в Нона. Да, получается, что ж мне его всё так тянет Ноном назвать? Похоже, я за целый день сегодня реально сплавился. Дальше продолжается погоня за Соло. На ревнатах влетает Резоль, убивает Соло. Да, может быть дальше продолжит погоню за Сёмой. Сёма получил Найтмар, хвост. Сейчас будет Войт, юзается Сайланс, чтобы Сёма на всякий случай не дал себе Крейв и не протянул время. Но вот это уже больше похоже на позитивный размен для Эмпайр. Ну да, даже не размен, а просто тройное убийство, которое было сделано. То есть в Файт Рекап нам показывает, ну, просто одну виверную, окей, отдали. Два их забрали, ещё раз, хоть что-то быстренько его закрыл. Соответственно, дэмод же неплохо было нанесено, деньги неплохие пошли, и преимущество опять поворачиваться в сторону команды Империи. Но оно всё ещё нулевое. Абсолютно нулевое. Окей. Ну, он же No One. Ну, нам... Мы же помним прекрасно, почему тебя тянет назвать, потому что его так свои же тиммейти называют часто, очень-очень часто. Но... Фаник бежит за брудой, вернее, пытается найти пауков, стягивает... У бруды есть Оркит, поэтому... Тут, на самом деле, с брудой поосторожнее нужно. Один на один. Подходит Алоха Дэнс. Ну, ребята... Так, сентря. Так, бруда открылась. Есть Найтмар. Сьюзается аккаунт. Очень страшно. Злая Спектра. Отрывает куски. Входит Паша. У него есть кинжал, но... Кинжал вот тут кидает для того, чтобы уйти. Резолюшн бежит за ним на хосте. Резолюшн... А это был просто бейт, я так понимаю, да? Потому что абсолютно вся команда Вегас стягивается. Резолюшн сейчас гимснут обратно в клетку. Должны подвесить Стадик Шторм. А его нету. Нету Стадик Шторма. Паша уходит на телепорте, но ему его сбивает Хвостецкий. Едем дальше. Надо, надо добивать здесь Спектру, но у Фир еще обладает Винтерскерсом. Стяжечка от Фанника. Умирает у нас Паша. Зря он, судя по всему, сюда пришел. Но бруда выжила. Бруда убегает. Дело в том, что Дизраптор дал свой ультимейт с кинетик филдом в Эмбер Спирита, который был под хостой. И его, конечно же, задизреблить не получилось, потому что он просто из кинетика выбежал. Именно так. Грамотная Мека от Фанника позволила, кстати, пережить Оркит, который бруда с кастила в Ноуфира. Да. Время глянуть, на самом деле, на Эмбриф и посмотреть, что играет. Время глянуть на мага, потому что тут он сейчас может и грести. Нужен какой-то детекшн. Вот был бы... О, так! Попал похожий хвост. Да, он реально попал. Но маг не получил дэмэджа, поэтому убежал в лес, памят паутинкой и отступает. Смотри, сколько вардов понаставили. Вот тут. Вот это, кстати, козырный вард реально от Алоха Дэнс. Он думал, что может у него сентря есть, просто ткнул по бинду, а это был обсерверар. Он вообще ничего не видит. Вард. Но он просто там есть, конечно, для устрашения, мол. Знаешь, типа, эй, у тебя есть варды? Да, есть, ставлю. Но это же не тот вард, который нам нужен. Ну, а что, вы спросили варды, я поставил вард. Все-таки, животное... Вышка в гниде падает. Кстати, даже не юзали в Вега Сквадрон Глиф, хотя он мог откатиться. Путянуть время немножко можно было. Ну да, такое небольшое упущение команды Вега. Им все-таки нужно выигрывать время как-то для Паши. У него пока что даже половины Сакрад Релико нету, не то что Радианса. И сейчас как раз-таки тучи сгущаются для команды Вега Сквадрон, потому что вышки потихоньку начинают падать. Имперцы со своих линий повыходили, и Паше тяжело фармить, потому что... Ну, Лиса, он, конечно, может фармить с Маской Смерти, но его и там будут пытаться искать Эмпайр. Пространство становится все меньше и меньше. Хвост вообще ничего не боится. У него полторы тысячи хп, огромное количество брони. Паша на дайгере по лесам, по полям, завис немного, будет хавать елки к Виллинблейдам. И, кстати, слушай, а науфир-то его ищет? Науфир-то, кажется, знает, но он его реально видит. Есть у Паши хаунт, он может попытаться куда-то уйти, хотят все имперцы. Хаунт не возымеет смысла. Узается Сайланс и умирает Спектра. Да. В этом все меньшее пространство, да. Кстати, сплитпушит у нас Вега. Да. Маг за своим выводком просто пауков начинает работать над Т2 уже вышкой наверху. И здесь есть что? Здесь есть Алоха Дэнс, которого, ну, можно пытаться скрыть, а можно дальше развиваться с вышкой. Должен быть здесь Паник, который, если что, такой, знаешь, паучий дворник. Падает вышка, Глимсует обратно Алоха Дэнс, закрывает его в клетку, но он под Глимер Кейпом берет и уходит. Сейчас Алоха Дэнс кого-то цепануть, потому что только что Вегас Падрон на халяву поломали вышку, и ничего им кодусу за это не будет. Паша, если что, вернется в замес. Как-то надо Паника по дар чидам, дальше сверху. Есть Соник, нужна Мека, Мека, успел Паник ее скастить, но походу ему тут придется не сладко. Пошел хаунт, еле-еле выживает. Паник, его надо задинаить или он живет? Он живет. Он, походу, реально живет, там, мигает. Нофир. Да, 20 хп у него осталось, ну что ж. Он подрачен, Мага, взяли Финс Грипп, между прочим. А где большие проблемы? Ого, какого... Большим рейнджом обладает у нас Финс Грипп, ну там просто он уже подцепил Мага, а тот чуть-чуть отбежал, поэтому на таком большом рейндже получилось... Ну и Сема так же умирает, да. Забыл килл до Кварсетского и 9.15 в итоге. То есть все, что изначально Вега себе завоевала... На самом деле, даже размен здесь для команды Вега-Сквадрон был бы выгоден, если бы это произошло за время хаунта. То есть если бы Паша получил какие-то ассисты. А так Паша прожал хаунт, никакого фарма не получил, и Вега, ну, просто погибли. Да, и более того, он это время мог потратить просто на... Ну, тупо фарм. Так он тупо и фармил, он просто прожил хаунт там на всякий случай. Ну да, и не залетел никуда. Но вон. Но вон с Арчидом, и пока что его не удается реализовывать именно так, как надо. Причем фаник, это на самом деле было очень обидно, мне кажется, для ребят из Веги, потому что, ну как он выжил? Ну там было реально 18 хп. Так, смоук на смоук. Сейчас 32 одиночества. Резолюшн, между прочим, тем временем находится... В инвизе, да, и может сейчас... А тут поставили сентри вард, и Резолюшн сейчас сможет погибнуть. На него нету вижна, его не может глимсонуть сейчас соло, последним глимсом. Если бы был бы вижн какой-то, то Резолюшн бы здесь умер, 100%. Так, алло, худэнс также могут найти, и давайте смотреть за развитием событий в данном случае. Мне кажется, что Империя хочет нанести ответный удар. Обрати внимание, что у Дарксира появились грифзы, теперь ему оркит не страшен. То есть всегда Дарксир даст свой прокаст. Его уже оркидом не удивишь. Разве что вторым. То есть оркит, грифзы, оркит. Вот нечто подобное должно произойти. Очередной смок прожимает Эмпайр. Мне кажется, что у них смоков больше не осталось. Сейчас я посмотрю. Да, у них смоков больше нету, но Импер Спирит там должен скоро БФ свой дофармливать. И команда Эмпайр будет хоть что-то фармить. Пока что им тоже тяжеловато забирать фарм. Они стараются максимально драться. Еще ни одного такого реально крутого Винтерскерса мы не увидели. Но, по-моему, самое время на Уффиру себя проявить. Хвост прожимает ульту. И что? И снова седая ночь. С 20-й минуты будет ночь настоящая, скажем так, не искусственная, баланаровская. Поэтому, скажем так, на 19.10 можно Даркнесс прожимать. К тому же у хвоста скоро появится Аганим. Он будет все видеть. Должен появляться Гем. Забирает Резолюшн Иллюзии и бежит на бот для того, чтобы, видимо, поломать там Т2-вышку. Но у Т2-вышки есть фортификейшн. И к тому же она реально целая. И на топе-то уже, посмотри, сколько паучат у мага. Он может толкнуть линию очень серьезно на топе и поломать очень серьезно Т3-вышку. Этим занимается пока что только Сёма, потому что он там Шадоуэйвем пытается как-то там отодвинуть крипов. Мне вот что интересно на самом деле. Могут ли Empire поймать спектру в миде? Да. Ну, теоретически, да. Но там, правда, есть соло, который должен сейчас прекращать этот ульт. Бэйна уходит. Паша. Разменялись с ультимейтами команды. И да. И два арчиды, между прочим, у команды Vega. Один у Паши. Ой, у Паши, господи, ты боже мой. У нового она, разумеется. Второй у мага. То есть, если, опять же, говорить о том, что там вот Дарксир и так далее, что у него там грифзы есть, да, то в данном случае получится так, что придется два арчи дотратить, соответственно, на одного персонажа. Что, мне кажется, не стоит того. Хотя, с другой стороны, не дать фанику, дать прокаст. Это теперь уже становится целым таким прям искусством и проблемой, знаете ли. Смотрим на графики тем временем, да. У нас, ну, полторы тысячи империй, две тысячи. По опыту это не такие, скажем так, и цифры. То есть, это все можно отвоевать за один замес. И это преимущество я мог бы назвать серьезным. Поэтому даже при счете 9-15, который, казалось бы, уже почти там чуть ли не в два раза выше, соответственно, по килам, империя не так далеко ушла в плане фарма и в плане получения опыта. А вот сейчас, кстати, они могут пройти реально далеко. Ноу-1 уже почуял неладное, ушел на ТП отсюда. Ну и все остальные ребята из Веги начинают чимиться. Кроме мага, который находится на топе и хозяйничает, на самом деле, Вега все ближе и ближе к своему фонтану зажимается. Что для них не есть хорошо, разумеется. Будет ли драка за Т2 внизу, узнаем буквально через одну минуту. Вряд ли, вряд ли. Но команде Эмпайр нужно прекратить бегать. Им нужно либо что-то поломать, либо кого-то убить и дофармить гем на хвосте. Или чтобы какой-нибудь Алоха Дэнс купил. Потому что, ну, у Ноуфера денег элементарно нету. Плебывается Ноуфер на топе. Сплинтер Бласт, это как же... О, сочно. Пролетело-то. Расквистело и упало на столе. Так, появляется БФ-чка у Эмбер Спирита на 23-й минуте. Ну вот, видимо, Ноуфер Сплинтер Бласт дал, и сразу же денежка на гем появилась. Нужно сейчас все задевардить, то, что есть у Вега, и попытаться как-то гонгануть бруду, после чего выйти там в МИД или еще куда-то, хвост. После покупки Аганима, теоретически, не должен отказываться и от какого-нибудь Блэк Кинг Бара. Да, почему бы и нет. Более того, ему же надо носить гем, как к одному из самых неубиваемых персонажей команды Вега. Персонажей, господи, ты боже мой. В лесу своем имперцы пытаются найти Мага. Маг далековато, но Мага готовится, что у нас тут, Огрклап имеется, то есть он реально решил пойти в какую-то БКБшку, да? Но по-торговому никак, что он на бурде может дальше пытаться забрать себе. Хотя с другой стороны, ну, дизарм какой-нибудь. Не думаю, что он здесь будет прямо уж так серьезно, серьезную пользу даст. Так, продается. Что там произошло? Огрклап был у Мага. Он тоже БКБ возможно. А, нет, нет, все, 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 он был у него с Тэши и он поехал, все, все нормально. Может, Синьджин Дьяшу купит, может, БКБ. Тут у Мага, в общем-то, широкое поле для возможностей. Сейчас хвост видит курьера и бежит за Магом. Маг, мне кажется, тоже осознает, что происходит. Ходит при помощи сеток, мигает, мол, ребята, за мной Баланар охотятся. Надо, все-таки Блэкинбайр будет покупать Чипенко. Тем временем, Аллоха Дэнс один просто против всех бежит. Гляди. Сакрадрелик есть у Спектры. Ей до Радика осталось не так долго. О, одним Радиком эту игру не выиграть, на самом деле. Если бы этот Радик был тогда, когда у Эмпайр не было бы ничего, то усыпили Пашу, пошел в Вив, нужен Финсгрипп, Финсгрипп, Сайланс, и Паша умирает. Никуда отсюда он не денется. Да. Атака будет уже на Т3, я так понимаю, от Эмперцев, потому что у Паши нет еще и Бэйбэка, кстати, но не знают об этом Эмперцев, скорее всего. Если бы даже знали, то, скорее всего, приняли бы решение довольно-таки логичное, пойти и сыграть в Рошана. Они долго будут Рошана убивать, им пока рано это делать. Им нужно захватить контроль на карте, уничтожить ворды, опять-таки поломать Т2 в миде на топе, и там уже... Ну, самая большая проблема — это Бруда, вот если честно. То есть то, что они убили Спектру, это реально круто, что, ну, отсрочили Родианс, но в этой игре появление Родианса у Спектра уже не предотвратить, то есть он появится, потому что, ну, я думаю, что еще минут 15-20 игроки поиграют. Тут Эмперцам самое главное — не допустить ошибку и не забросить. Если они сейчас где-то плохо поддерутся, это может привести к тому, что инициатива перейдет в руки Вега Сквадрон, и уже будет сложно что-либо сделать. Уходит Резолюшн, сразу же на Ревнанте, боится, что его глимпсонут, правда, сейчас дал Вижн у нас Сема Заслэйер Вивом, не стал глимпсить его соло, наверное, рейнджа не хватило. И хотят убить Бэйна. Есть детекшн на него, есть Оркид, и NoOne со своим Оркидом. Так, детекшн прожали. Нужна помощь, много урона, Алоха Дэн спитывает. Сейчас у него только развороты и, возможно, Финцгрип? Нет, нет, Финцгрип нету. Алоха Дэн спитывает, понимаешь, насколько это забавно звучит, что саппорт, просто саппорт, у которого... Ну, извините, у него тысяча хп, и он впитывает. Обычно такие саппорты, даже с косарем хп, даже чуть побольше, валяются просто за 2-3 секунды. Но у Веги нету столько дэмэджа. Паша почти закончил исполнение Радика. Ну, опять же, этот Радик, ну, может помочь, конечно, может заехать нехило. Нет, все-таки, если начнется драка 5 на 5, и мы там не увидим какого-то крутого Соник Вейва от Квапы и ульта Дизраптора, то Эмпайр выиграют. Просто потому, что у них есть БФ. То есть иллюзия, они достаточно быстро рассыпятся сейчас от Резолюшна. Сейчас пытают забрать, но его нужно как-то сейвить. Пошел Виф, уцепили Нуна. Маг получил Винтерскерс, причем отвратительный Винтерскерс, потому что ничего не последовало. Глимсует Резолюшна, и он успевает выбежать. С Кинетик Филдас, но Ник Вейв просто в никого не попадает. Ну, но Фира нету сейчас своего ульта, поэтому здесь Эмпайр, походу, будет отступить. Начинается день. Это реально проблема. Стяжка стенка от Фаника. Паша делает дабл-кил. Ну что, походу, проигрывают у нас Эмпайр эту драку, Резоль. А тут Радиенс, Радиенс, который просто дал... А, нет. Окей. Добили четверых игроков Имперцы и бегут сейчас за Фанником. Глимс у Соло появится через 6 секунд. Фанник получает оркет, ему никуда отсюда уже не деться. Он закупается под завязку. Соло, Глимс, Глимс, да. Минус 5. Вот об этом я и говорил, что так делать нельзя. На самом деле, вот мульт Винтер Виверны, который был скастован в груду, вообще непонятно зачем. И ребят из Эмпайр полиции тогда, когда кончалась ночь, это все привело к таким вот нежелательным результатам. 14.16. Вега делают камбэк. Внимание, бесплатно, без регистрации, без смс. Эй, 2000 по опыту и ноль. То, что все, что они проигрывали до этого, отыграны. Прямо сейчас, на ваших глазах. 28,5 минута матча. Открываю я вам айтем бриф, смотрите и понимаете, что происходит, да? Сразу же Паша начал делать первые шаги, я так понимаю, тарасочки, потому что, ну, неспроста Виталити Бустер кто-то появляется. Ну, мне кажется, что помимо Виталити Бустера, Паша просто потом купит манту. Манта здесь нужна против Сайланса, мне кажется, нашла. Хотя, кто знает, что там Паша будет делать. Он все-таки и так горит радианцем неплохо. Пакуает у нас Дарксир Куд оф Дефайнс. Кстати говоря, Дарксир против Спектра очень хороший герой. Против Спектра, знаешь, два героя, они нереально хороши. Дарксир и Шэдоу Демон. Да. Вот эти два персонажа, они Спектру реально могут... Например, Дарксир с... Дизрапшином. Нет, не Дарксир с дизрапшином. Дарксир со стенкой, он, в общем-то, в драке может просто перевернуть все с ног на голову, если попадет стенкой по Спектре. И особенно, если у него будет там какой-нибудь агоним, то он одной этой иллюзией может реально нанести дэмэджи больше, чем его кэриот, который вот баланар здесь. Сейчас Иперс делает достаточно серьезную ошибку, потому что думают они, что стоят так паучки, и забавно, значит, маг где-то рядом. А, кстати, гем же они потеряли, да? Да-да-да. Мы открываем айтем-бриф и понимаем, что гем есть. Вот он у Веги, он у Ноуана в руках, и обновление наших айтемов. То есть маг с Ноуаном запакованным следующим образом. Фазы ПТ, Арчит, Арчит, БКБ, БКБ, ну и остальные сопутствующие айтемы, кроме того самого гема, о котором мы с вами уже поговорили. И Паша, соответственно, о нем мы тоже разговаривали. Соло готовит форстав к появлению. Ну и Дозлевича, он же как бы Сёма. Есть медалька и Аркантапки. Империя, Резолюшн, Кристалли себе покупает. У Хвостецкого все тот же самый Аганим и Огрклаб. Больше никто у нас ничем новым не порадовал, кроме того самого Худоу Дефайнс на Фанике, который мы с вами прекрасно видели. Да, на экранах ваших, соответственно, то, что происходит сейчас в зале. Ну, в студии номер два как раз таки. Вернее, наоборот, мы считаем студией номер два, потому что основная это студия, в которой играют игроки. Она же есть первая. Соло просит админа подойти и помочь. Сейчас, секундочку. Так, конечно, не самая такая приятная пауза, потому что все-таки нужно ребятам собраться с мыслями, а такие паузы, они дезориентируют очень серьезно. Либо дезориентируют, либо, наоборот, дают кому-нибудь там довремя на подумать, на поразмышлять и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а мы продолжаем обращаться на эту тему. Я вот не знаю, что дальше будут делать Вега. Но, опять же, им нужно сейчас начинать давить, ибо империя нанести в ответный удар не смогла. Изначально, да, то есть они вроде как начали взяли инициативу в свои руки, вроде как начали выигрывать и так далее, и так далее, и так далее. В итоге, за одну драку, за две драки, которых они там отдались, как не знаю кто, они потеряли все преимущество, которое было потом и кровью за полчаса наработано. Пока пауза, о чем еще стоит поговорить. О том, что Хвостецкого все еще, например, сложно убивать, но Спектра набирает обороты. Спектра в какой-то момент, а он наступит минут, наверное, через 10, если что дальше будет хорошо для Веги, станет вообще, а, почти неубиваемой, то есть имперцам придется всаживать в нее очень много контроля, почти весь свой контроль, который имеется. Б, соответственно, очень сильно убивающий и очень больно дамажащий. И это проблема. Если раньше мы говорили на стадии еще драфта, что Вега может проиграть early game из-за того, что у них есть Спектра, и сложновато будет с ней работать, то сейчас они более-менее доживают до лейта. Они доживают до лейта, и мы видим Пашу, который веселый, который улыбается, который смеется. Потому что вот она, Вега, которая дожила до лейта. Лейта. Господи, это поживай. И Хвостецкий такой, опа. Припотел парень. Да-да-да. Красный весь. Жарко, видимо, там. Да нет, там наоборот, кондиционерой заходил, выкручивали на это... Ну, значит, очень сильно старается. Да. Так, к чему мы подходим? Эмбер Спирит покупает себе Кристалис, но пока у него нету никаких артефактов для Escape, ему реально тут будет доставаться. Может быть, мы даже увидим какой-нибудь Black King Bar от Эмбера, ибо если он попадает в Дизрапторовский ультимейт, то он уже вообще никакого урона не наносит. Надо как-то танчить, надо как-то синхронно входить ребятам через Winter's Curse, в противном случае, если Эмбер Спирит хочет дэмэдж наносить. Возвращается у нас Сема The Slayer в игру. Печатают. Я так понимаю, что Вега Сквадрон готовы продолжать ту битву. Все окей? Окей, вот он. Ноуан берет наушники. Я так понимаю, что... Мы продолжим буквально прямо сейчас. Нууу, гоу, гоу, да. Давайте включим игру, будем смотреть на то, что происходит далее на карте, потому что игра продолжается. Отлично. Вега Сквадрон залетает на Рошана и начинает там с этим Рошаном разбираться. Смагом они его сгрызут быстро, если маг даже ульту прошмет, но, похоже, маг не хочет тратиться. Медалька, Shadow Wave. Шан падает. А Эмпайр не хотят его... Ну, либо не хотят, либо просто не знают, где сейчас оппонент. Коудит для земной области, говорится. Кстати, паучки грамотно очень стоят на Клиффе, потому что если... Вот, кажется, только сейчас Резолюшн что-то понял, влетает. Или не влетает? Погоди. Нет, не влетает он в итоге на Ремнант. Побоялся, что его опровергнет там соло. Паша. Паша с Аегисом. Паша с Аегисом. Паша с Радиком. 4-3-5. Паша возвращается в эту игру. Ой, графики. Вашему вниманию. Смотри, как они просто туда-сюда-обратно бегают на протяжении всей этой карты. То в одну сторону, то в другую сторону качели. Самые натуральные качели. Что творится? 30 минут игры прошло. 14-16. Опять же, преимущество в пользу команды. Вега Сквадрон. Хоть счет и на стороне команды Тим Эмпайр. Ноздря в ноздрю команды идут. Потому что я не могу сказать, что для получаса игры, для получасовой минуты отметки 2000 золота, это какое-то прям таки преимущество на стороне Веги. Он у них есть и все. Но они его усиливают, соответственно, с помощью снесенного таура здесь. Могут пойти на Т2, но тем временем Империя подходит прямо уже к их дому. Они начинают также разбивать Т2. Телепорт домой от Ноуфера, который будет откидываться, если что, с Плинтербластом и сетических паучков, которых там наспаунил маг. Ну, там всего три паука было, поэтому не особо страшно было. Ло-ло-ло, смотри, Ноуфер, это, кажется, хотят поймать. Правда, Ноуан заблинкнулся как-то. А тем временем Паша там возвращается к себе. Резолюшно поймали, Резолюшно, кстати, поцалом, и все. Стяжка, стенка от мага, но вряд ли на чем-нибудь здесь уже даже поможет команде Империи. Нету у нас Резолюшно на карте. И Хвост пришлось ему вернуться домой. И Имперцы забрали Т1, забрали Рошана и задефали, собственно, Т2. Алоха Дэнс отходит, его пытается найти Ноуан, но ищет его совсем не в том месте. Здесь уже становится очевидно, что Вегас Квадрон, ну, точнее, что команде Импайр надо прекратить проявлять излишнюю какую-то агрессию и просто стараться сейчас фармить. Потому что зайти на хайграунд Вегас Квадрон не смогут, это точно. Только они окажутся в зоне видимости Баланара, там, в Интервиверну, то сразу же последует идеальная инициация от команды Импайр, по крайней мере, она должна последовать. И плюс у нас есть Импер Спирит, который фистами будет работать, у него и криты, и БФ. Тем временем, тем временем Финс Гриб получает лицо себе Ноуан, Фанник подходит рядом, начинает его сжечь. У него, кстати говоря, Кемову реально нужно добить, там, правда, БКБшка, вакуум Фанник не успел скастить, это огромный просто провал. Потому что там и Финс Гриб бы был от Алоха Дэнс, и 100% был бы фраг на Квинов Пейн, но, по крайней мере, заставили БКБ поражать. Но БКБ и так уже... А, нет, она 8-секундная, но она была 9-секундная, ну ладно. Смотрим на то, что делает Ноуфир во вражеском лесу. По-моему, этот парень нарывается, по-моему, Макс сейчас его найдет. Большая паучиха. А, он вскнул вардик, видишь, на крипах, чтобы понимать, когда и кто из Веги будет там фармить. Стоит грамотно, в общем, в деревьях. Глимеркейп, Тепа Аут. Хорошо сработано Ноуфир. Тем временем, я хочу обратить внимание еще раз на Пашу, который просто ходит и гоняет всех и вся. Его бренцапнули, его заставили поспать немножко. Через минуту, две минуты, проводит Аегис, который есть у него, и это, возможно, будет как-то... Сейчас просто Эмпайр, опять-таки, повторюсь, нужно набраться терпения. Но они покупают Смоук и, видимо, захотят повоевать с соперником в тот момент, когда пропадет Аегис. Теоретически это может сработать, но если Эмпайр опять разобьются, а пик команды Вегас Квадрон, тут уже ничего нельзя гарантировать. Именно так. Квастецкий. Глянем еще раз на этот бриф, чтобы понимать, что и как. На Семе есть Мека, познаватенькая, но Мека. У Солоча есть, соответственно, Хорстав. И пока что больше ничего нового. Ну, кроме того, что Фаник там себе Пайпу собрал. Но теперь тут нужно разбираться со Спектрой, потому что одной Пайпой Спектру не опровергнешь. Ну и Резолюшн сейчас фармит огромную пачку крипов. Что он будет делать после Кристаллиса? Наверное, Дейтласс. И Резолюшн попался. Да, реально попался. Сайланс. Его пытается Хвост как-то засейвить, но нет. Хвост сейчас и сам может погибнуть, если работает Дизалейт. Но он все-таки уходит телепортом. Слишком много ХП у Найт Сталкера. Ну что ж, у господина Резолюшна имеется байбэк. Но он таким, на самом деле, фотом и кровью зарабатывал эти деньги, которые у него на кармане лежат, что, ну, тяжеловато их будет потратить на байбэк, в случае чего. Не знаю, не знаю. Но Вега вовсю начинает. Они понимают прекрасно, что скоро очень пропадет Аегис, и надо его быстренько реализовывать. Хвост немножко просто войдом пытается Пашу потормозить. Фаник влетает. Стяжка, стенка и Винтерс Кёрф. Очень неплохо работает команда Эмпайр, но при всем при этом Вега еще и кирится, живет. Но хвоста прямо с здоровьем Паша все еще живет, у него все еще есть Аегис. Главное, чтобы он не выпал прямо сейчас. Я не веду... Да, он выпал, его забывают сейчас. Резолюшн готов идти дальше, усыпили мага. Ну, умрет маг. Что ж поделать? Да. Байбэк, правда, от Эмбера. Минус пять от Эмперии. С учетом байбэка Эмбер Спирита и смерти с Дарк Киро. Вот о чем я и говорил. Я уже понимаю прекрасно, что где-то примерно вот тот самый тайминг на Пашу Аегиса подходит прямо в эти самые секунды. И главное, чтобы Паша успел умереть и воскреснуть до того, как сам Аегис пропадет. Ну, именно почти вот в ту самую секунду, когда Паша умирал, Аегис кончается, и это, конечно, провал. Провал, который... А Эмбер, в общем-то, просел по фарму. Несмотря на то, что минус пять сделали имперцы, и Резолюшн при всем этом присутствовал, денег он потерял уйму. Да. Полторы тысячи получил Бэйн, полторы тысячи получил Найт Сталкер, но... Этого слишком мало, опять-таки, для того, чтобы пойти и выиграть Вега Сквадрон сейчас. Прямо вот в лоб. Прямо вот пойти. Три кора Вега Сквадрон занимает первые места по Найт Ворсам. Да. Резолюшну нужно доделать Дейдлос, ему нужно доделать МКБ, доделать БКБ, возможно, даже. Может, он захочет блин какой-то купить, я не знаю. У него, в общем, уже две с половиной тысячи золота, и их надо тратить, потому что у него байбека еще не будет пять с половиной минут. И копить эти деньги нет никакого смысла. Даже если его кто-то где-то подловит и убьет, то он деньги просто потратит и, ну, потеряет. Именно так, абсолютно с тобой согласен. Ну что ж, ждем продолжения банкета, ибо сейчас на Соло могут напасть. Хотя, с другой стороны, у него есть форстаф, и он может, кажется, чувствовать себя довольно-таки спокойным. Слышь, какие крики доносятся из студии, из первой. Это просто... Бэнс прятался в лес, а Ноуан его пытается найти. Есть телепорт у Алоха Дэнс, Scream. Не попал. Чем занимается Алоха Дэнс? Он тут пытается кого-то подцепить или... Он стоит. Он просто стоит. Видимо, план бутерброда пытается реализовать. Ждет, пока его тиммейт выдает, и, соответственно, чтобы выйти в спину и что-нибудь устроить. А этим, кстати, занимаются как раз-таки вот прямо сейчас ребята из команды Империи. То есть они пытаются отзонить кого-нибудь, хотя бы кого-нибудь, но никого не получится отзонить. Потому что все, кто там был в пределах вот этого самого овала, скажем так, да, вот... Они все уже... Даже не знаю, как тут пытаться засейвить резолюшн. Я смотрю, есть ли детекшн, есть один центри вард, гема нет, есть даст у спектры. То есть если на Пашу ворвутся, и ему дадут Глиммер Кейп, то этот Глиммер Кейп его не спасет. И он тащит себе Дейдлесс. Или нет, погоди, он тащит себе БКБ. Вот, вот это уже другое дело. Все, купил себе резолюшн эскейп. Перс не чуть-чуть попроще. Сейчас заставит его поражать БКБ. Нет, тем не менее, он это БКБ не жмет. Он просто эвейдит Глимс при помощи ремната и посмотрит, что творит. Но все равно БКБ нажимает. Кирас появляется у Квин оф Пейнт, чтобы проще было ломать хайграунд, потому что одной спектрой как-то не очень удобно подерживаться. Да, не выдерживаешься особо. Хвостецк надо убивать. 7-4-11 у молодого человека. Продолжает просто-напросто фармить хвост. Да. И резолюшн тоже нужно продолжать. И вот он, блин, кстати, на NoFury на 39-й минуте этого матча. Ну что ж, имперцы также набирают обороты. Графики нулевые. 38 минут прошло. У нас здесь, ну, тысяча, тысяча у империи. Все, мы сейчас убьют. Сайланс, Войт. Есть Мека. Пытается Сёма уйти телепортом. Его уцепили. Пошел Хаунт. Похоже, неудачный Сон сейчас дал. Алло Хеденс. Сёма вешает на себя Грейв. Очень сильно проседает Бэйн. Умирает Бэйн. Винтер Скёрз. Так, на мага. Маг, кстати говоря, живет. Отличный Соник Вейв. Убивают Бэйна и Винтер Виверну. Но забрали с другой стороны только... Только Дазла. Ну, могло быть хуже. Могло быть хуже. Мы это прекрасно понимаем. Правда, Фанник у нас еще не успел отсюда ретироваться. Его, кстати, могут через Глеби... Через Глебика, господи, через Зорчит. Но Фанник уже побежал. Ничего нет. Надо было убивать Дазла. Забить на этот Сон. Просто фокусить его. И... Сделал телепорт и сделал. Все, пофиг. Ушел и ушел. Если бы не этот Найтмар, то вполне вероятно, что Эмпайр бы успели бы отойти оттуда. Кстати говоря, тем временем Фанник... А тем временем Фанник, да, он уже подходит к Тритауру. Походит телепортом. Здесь нет никого, кто мог бы этот телепорт прервать. И поэтому он спокойно... Смотри на Затар Паши. Вот появилась, соответственно, та самая Тараска, о которой мы с тобой говорили. Есть еще и Яша в комплекте. Соответственно, Монта появится тоже довольно-таки скоро. Ну вот, теперь будет чуть попроще. Этой спектры выигрывать. Эх. 19-22. Пока стоит пауза. Разумеется, мы смотрим на графики, которые опять же в нулях. Но не смотрим на графики, потому что смотрим на сцену. И я так понимаю, что на самом деле... Не знаю, надо будет уже с тряпками приходить туда вытирать пот. Потому что игра... Ну, она хоть и затягивается, но она не переследует интересный. Интрига сохраняется до самой последней минуты матча. То есть, я вот даже сейчас не могу сказать. То есть, Вега вроде бы проиграла в мидгейме. Ну, как? Скажу так, она проиграла в early game. Еле-еле дотянула до мидгейма. Там она смогла в конце концов камбэкнуть, выйти в лейд за счет спектры. И спектру дальше пытаться развивать. А теперь у нас ситуация такая, что... Не знаю, даже игроки не могут как-то попробовать предугадать, за кем же дальше будет преимущество. Что дальше надо будет делать. Разумеется, решит... Ну, наклонит чаши весов, соответственно, появление Рошана следующего. Потому что ни у одной, ни у другой команды не осталось ни одного внешнего Таура. Ну и Рошан, соответственно, будет решать, кто из них первый пойдет на хайграунд. Соответственно, замес на Рошане будет самым интересным в ближайшее время. Ну и, скорее всего, даже единственным замесом в ближайшее время. Потому что по другому поводу команд сейчас... Ну, им сейчас не за чем драться. Ни к ней других поводов для драк. Нибо что имперцам надо быть аккуратными, что ребятам из Веги-Сквадрон также надо быть аккуратными. Проблемы опять... Все мы ждем, пока их решат. Понимаю, вот к нему дойдет администратор какой-нибудь. Сейчас на всякий случай еще скажу. Ну, хотя соло вот уже готовится. Я смотрю, надевает наушники. Неужто все решается само собой? Нет, скорее всего, просто музыку послушать. Перерыви. Нет. Ну, разумеется, администратор... Ну, вот в чем прелесть студии Лана, потому что админы все находятся здесь, на месте. И любая пауза, она, соответственно... Ну, тебе не нужно бежать через весь зрительный зал, если это стадион какой-нибудь, там через еще что-то, да. Ты просто находишься в этом же самом здании, там проходишь пару метров из комнаты в комнату, берешь нужный тебе инструмент, ты быстро решаешь проблему, и оперативненько матчи продолжаются. У нас не было... Мы сегодня идем, работаем в рамках графика, и даже такие небольшие паузы, которые время от времени в матчах появляются, они не влияют особо на... Ну, как в целом турнир идет. Да, у нас игровой день идет абсолютно по плану. Приколом полностью. Почему я несказанно рад, знаешь ли? То, что задержки, которые у нас были там на Dream League, когда мы до трех часов ночи сидели, это, конечно, такое себе развлечение. Коннектнулся тем временем Сема. Отлично. Кажется, мы готовы начинать. Да. Ну, игра все еще на паузе, и мы ждем. Пауза отжимается. Давайте перенесемся прямо на место событий в виртуальной вселенной Valve Corporation. Резолюшн. Ну-ка. Сейчас быстренько глянем еще раз на айтемы, которые есть, ребята. Разумеется, мы ничего не упускали. Просто так, для тех, кто только-только присоединился, может быть, после того хайпа, который поднялся в социальных сетях, который я не упустил возможность прошерстить, пока у нас была небольшая пауза, и мы продолжаем разговор, как говорится. Топ-два нетворца. Занимают нас, кстати, Квапа и Спектра. По байбекам. Я сейчас включу, на самом деле, оставлю байбеки. Да, это сейчас наиболее важно, потому что, похоже, будут пытаться Эмпайр забрать Рошана, но это будет... Слушай, их тут, на самом деле, реально похоронят. Если они не успеют этого Рошана забрать быстро, потому что у Спектры... А, у Спектры-то хаунта нету. Еще 15 секунд целых, и, возможно, хватит времени к команде Эмпайр. Как дела у Дизраптора? Дизраптор готов ворваться. Половина Рошана уже упала. Начинается день. Вив очень хороший сейчас был скастован. Правда, ульт от Соло в итоге нулевой. Ничего совершенно не получается. Резолюшн жмет ВКБ, дает хвисты, ничего не получается. Винтер Скёрс пошел в Сёма за Слэйр, и тот должен успеть на себя повесить Греф, и даже ему не пришлось на себя Греф вешать, потому что ему удалось отстрейфиться. Минус Бэйн погибает сейчас. Еще и Винтер Виверна, байбеков у которых нету. Да, и Фанника также забирает через Арчит, и далее у хвоста. Они тоже могут застегнуть Греф, потому что Ноуан уже на его хвосте. Минус Александр Юрьевич, и трипл килл для Ноуана в данной серии убийств. Резолюшн пытается отойти, и, соответственно, его дальше уже никто не будет брать, потому что абсолютно спокойно Вега берет и забирает себе этого Рошана. Между прочим, СКАДи тем временем забирает нас Чепенко. Ну тут уже даже бруда реально страшная, не то что Спектра, у которой Тараска и Аегис, наша темная лошадка, мама-паучиха, в итоге, да. Выходит в лейт 23-23. Разумеется, графики покажут нам огромное преимущество, которое зарабатывает себе, ну как огромное, две тысячи, а не... неважно, в общем. Эмпер сейчас будет пытаться дефать все это дело, есть портификейшн, байбек есть на Найт Сталкер, но какой толк от этого байбека, если на дворе день, и... ну хотя ульту Баланар сейчас появится, надо откинуться ревнантом, дождаться, когда появится БКБ. Ты, я не заметил, залетела ли Критуля, но вроде бы магу было не очень приятно. Усыпили Спектру, у Спектра есть Аегис, не стоит об этом забывать. Спавнится Дарксир, появляется у него стенка, у Ноуфира, через 15 секунд появится Винтерскерс. Господи, ты боже мой, я так понимаю, что Вега просто отойдут, немножко перегруппируются, соберутся вместе, и устроят еще один победный, какой-нибудь такой врыв, то есть, если они сейчас ворвутся с победным, таким кличем боевым, и смогут оторвать лица империи, они выиграли в игре. Если не смогут, то до свидания. Зачем Алоху Дэнс, надо было сейчас глимсовать, если цеплять нечем было. Хвост попал, кстати, в клетку. Мага, он видит, прекрасно дает об этом, ну, как бы, понять. И что у нас далее? Оттитут с Резолюшем врывается сейчас, отлично врывается Ноуфир, великолепная стяжка стенка от Дарксира, погибает Детравтор, Сониквейв попадает просто по всем, юзается Хаунд, отличные писты, кстати, у нас были сейчас только что от Резолюшена, он нанес огромную тонну урона всей команде Вега, отсюда уходит телепортом Квопа. Хвост, кстати говоря, погибает, но размен пока что один в один, и выбили Аегис. Резолюшен готов продолжать работу с фистами. У Алоха Дэнс нет винсгриппа, спавнится Паша, фисты. Надо как-то его заманить на стенку, потому что с иллюзией будет намного проще с ним разобраться. Алоха Дэнс получает ускорение от Фанника, тот уходит. Сон на Пашу. Квопа, кстати говоря, скоро вернется в драку, но у нее нету Сони Квейва, зато у нее есть Кираса и Орхид. Это очень важно. А тут очень опасный момент у Резоля, потому что у нее нету БКБ, он уходит на Лиминанте, понимает, что рядом будет Квопа и есть Орхид у Мага. Еще. И фукусят бараки. Да, похоже, что без прокаста команда Импайр просто не сможет отдэфить эту линию. Итак, дальше. Пашу, кстати, форстапнули в зам и замес. Фанник Гриф сами пока что снимает тот самый арчит, который был на него повешен, но ребята из Веги останавливаются на бараках. Минус один барак. Они просто должны поломать сейчас и... Этоди связывает Резолюшн. Маг нажимает БКБ, шкаю и идет в самую тюрьму, тот самый замес начинает грызть. Пока что только лишь Ноу Фира, Ноу Фира остается выживать. Резолюшн опять же получился... У него есть БКБ, ему нечего бояться, он просто бежит дальше. Сёма за Слэйр пытается как-то тянуть время, юзает Вив, причинили Сёму, маны на Грэйф у него нету. Правда, есть Арканы. Убивает ещё и Бэйна. И всё, Империя в серьёзном таком меньшинстве. Резолюшн будет уходить отсюда, но... Паше уже мало кто помешает делать то, что он делает, именно как фокусить бараки. Но тут даже нечего делать больше Вегас Падрон. Они добили милишный барак. Всё, они спушили линию. Им надо идти либо на другую, либо отступать отсюда и подрубироваться. Так, здесь Т3 подарочный просто стоит. Смотри, вот раз Т3 и дальше пошли по бараку. Нужно повесить мясы на Пашу, он будет мясовать с 50% вероятностью, но хвост почему-то не хочет этого делать. Фанник врывается. Стенки нет ещё 78 секунд. Боже, как же долго кулдауниться эта стенка. У Паши уже есть хаунд. Хвост, похоже, здесь погибнет. Юзается хаунд. Пошли гримзы. Хвост еле-еле живой отступает. Резолюшн получает... Да, всё, это ГГ. Это ГГ. Да. Абсолютно верно. Погоди, Байбет и Резолюшн. Может, всё-таки что-то получится здесь сделать. Вторая линия частично падает. Тренажовый барак только смогли зафокусить Вегас Квадрон. Паша может получить этот Минтерскёрш, но один Ноуфир не будет у него. А, нет, а вот Минтерскёрш просто... Ну, это непонятно, зачем было сделано. Связывать Пашку. Получится что-то сделать в ответ. Через одну секунду появится ульт у Соло. Соло. Ультимейт сегодня не ставят. Умирает Спектра. Кипотянул время Ноуфир своим ультимейтом. Получилось зафражить Спектру. Но опять-таки, какой ценой, какой ценой. Целая линия на миде. Ранжовый барак на боте. Байбэк от Эмбер Спирита. Байбэки ещё, наверное, от кого-то другого здесь были. От кого ещё были байбэки? Нет, только от Эмбера. Ну, я удивлён. Я думал, там в такой продолжительной драке кто-то всё-таки ещё выкупался. Ну, а Егис на Спектре порешал. Что сказать? Это точно. Если бы у Спектры не было бы Егиса, за один прокаст справились бы Эмпайр. И не потеряли бы свои линии. Более того, у Спектры ещё есть 4800 на руках. И он может потратить их как для завершения Манта Стайла. Диффюзил Блэйд. Диффюзил Блэйд, да. Диффузиться, сбрасывать. Диффузить, возможно, Флэйн Гвард какой-то. Или элементарно просто для того, чтобы жёстко замедлять и фокусить. Именно так. Поджигать ещё. Ну, планиманы. Хотя это уже не столь важно. Смотрим ещё раз на этом бриф, чтобы, да, увидеть, например, Хиггсу, который проявляется у Ноуана. У него есть самый шипстик. Мак. Скади. Володя. Арчит. И БКБ. Ничем новым нас пока что не радует. Тут у кого-то должен же быть Ген. Фаник. Ну да, Фаник сейчас послышал просто глупейшую ошибку. Может быть. Всё в него слили. Погоди, он юзает грифзы. Слушай, а Вега Скадрон только что потратил все свои скиллы. Фаника пытается забрать Сёма. Пошёл хаунт. Сёма очень долго доживёт. У него Солар Крест его стягивают на стенку. Реально забрали только сейчас Дазла. Тем временем Ноуфир еле-еле живой. Есть Глиммер, но он его здесь не спасёт. Один в один пока что. А грипов-то огромное количество вместе с Резолюшном по верхней линии идут. Ай, в сторону Веги. Резольта. Ну а Мак там дальше продолжает развлекаться, я понял. Ну и Фаника также спиливают. Минус 3 и надо идти. Я не знаю, что делать. Резолюшн, где времени начинает нападать на Т3. Господи, ты боже мой, кто-нибудь будет его останавливать. Вега пойдут и поломают сейчас либо Трон, либо последний барак на боте. Я даже не знаю. Резолюшн, по-моему, просто не успеет разобраться с этой линией. Юзается Фортификейшн. Только через 50 секунд запспавнятся остальные игроки команды Эмпайр. Эмпайр точно потеряют линию на боте окончательно. И не факт ещё, что Эмбер поломает топ. Потому что там уже рядом Нун. И у Нуна есть Текс. И он просто его в соло сейчас убьёт. Теперь это точно, ГГ. 115 секунд нет Эмбер Спирита. Эмпайр пишет ГГВП. Да, ну что ж, интрига нашего сегодняшнего дня, она была до самого последнего момента, на самом деле, интригой. Я не мог на 30-й минуте, на самом деле, честно сказать, кто же здесь держит победу. Потому что драки были не на жизнь, как говорится, а на смерть. Но в итоге мы поздравляем Вегу Сквадрон с победой над Эмперцами. 2-0. Отличная игра получилась. И первая и вторая карты были диск.